В эфире телеканал «Ассевер» программа «Актуальное интервью. Итоги года» в студии Алина Волчейская. Здравствуйте! В нашей студии сегодня исполняющий обязанности руководителя Департамента образования, культуры и спорта Антон Поставалов. Антон Геннадьевич, здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте, телезрители, все, кто нас видят, слушают. Вот хотелось бы сегодня подвести итоги этого 2020 года. Он был тяжелый во всех смыслах, да. Конечно, это и пандемия такой серьезный отпечаток наложила на жизнь, наверное, каждого жителя планеты. Давайте поговорим вот о том, как у нас в регионе был организован образовательный процесс в период пандемии, как работали учреждения культуры, как работали учреждения спорта, и удалось ли выполнить какие-то планы, которые были намечены, например, в прошлом году, на этот год. Спасибо за вопрос. Да, конечно, пандемия кардинально поменяла планы и образовательных, и культурных, и спортивных учреждений, и молодежной политики, которые в подвесном департаменте находятся. Но в целом то, что было запланировано, мы максимально старались исполнить и исполнили, могу сказать точно. Но пандемия еще и помогла больше сплотиться людям, также и образовательную сферу. В нашей стране, когда началась пандемия, после постановления губернатора в регионе, мы сразу же обучились своих преподавателей. Больше 133 преподавателей прошли онлайн-обучение. Как проводить онлайн-обучение, как с этим работать, какие есть возможности у школьников. Наш Ненинский центр развития образования провели программу, это прошло еще в марте. 6 апреля был переход на дистанционную образовательную программу. Конечно, понимая, тут надо понимать и сторону учителей, и сторону родителей. Потому что для родителей очень сложный был переход в целом. Потому что для ребенка столько времени заниматься дистанционной образовательной программой, это очень, понимаю, насколько непонятно. Для нас всех это было непонятно. Но мы получили очень много рекомендаций из Минпросвещения Российской Федерации. Все эти рекомендации довели до наших подвесных учреждений и начали образовательные программы. Тут могу сказать федеральному центру большое тоже спасибо, потому что дали возможности на бесплатной основе какие-то новые программы, которые вели такие, как учи.ру, Яндекс.учебник, Московская электронная школа, Российская электронная школа, Билет в будущее, Яндекс.я-класс. Это все была возможность получения программ образовательных. Наши учителя, конечно, тоже сложно, особенно в поселках, переходить на институционное обучение. Мы понимаем ситуацию, мы и в период этой работы как раз и искали, собирали информацию с тех людей, ну, с жителей, да, которые с переходом на институционные образовательные программы, у кого-то недостаточность именно компьютерной техники, да, максимально пытались давать задания детям в социальных сетях, это там WhatsApp, Viber. Наши с потом перешли также на Discord, например, да, для того, чтобы образовательный процесс для... Наша самая главная была задача, это чтобы не потерять образовательный процесс, чтобы максимально, так сказать, дать образовательную программу для детей. Как это можно сделать? Это как и онлайн, как мы переходили, и оффлайн, да, мы давали там задания, отправляли, которые можно было из книжных источников, потому что в основном даже если переходя там образовательную программу, переходя в культурную библиотеку, у нас максимально мы старались тоже, чтобы работали, чтобы была выдача книг, чтобы могли в муниципальных образованиях, в городе получить необходимую книгу и там хотя бы изучить какой-то или предмет. Говоря там образовательная программа, был переход, он, конечно, для всех был сложный, но в целом, я считаю, мы сделали очень большую работу, и до сих пор, наверное, на всей стране обсуждается вопрос недопущения, наверное, перехода на дистанционное образование. Пару недель назад было совещание при министре образования, как раз и все, и политика страны направлена все-таки на очное обучение. Мы у себя в регионе сейчас закрываем классы, стараемся максимально, так сказать, обезопасить детей, это тоже требования и Минпросвещение, но максимально каким-то образом сделать так, чтобы дети учились очно. Это очень важно, потому что не будем говорить о будущем, как это в целом может вообще меняться в мире, что будет через 20 лет. Мы на сегодняшний момент понимаем, что очное обучение – это очень важно. Также там с изменением и национального проекта образования, воспитательная работа тоже учителей, как у нас сейчас добавили слово «воспитание» в национальный проект, это тоже мы должны видеть детей, учителя, наши классные руководители должны и понимать, как психически тоже человек на это реагирует, как ребенок, должен быть обязательно контакт. Поэтому мы максимально стараемся, чтобы дистанционное образование у нас не появилось пока сейчас, нам бы этого очень не хотелось. Видим, что ситуация с ковидом в целом в регионе более-менее стабилизировалась, тут департаменты здравоохранения хорошо работают, и мы, со своей стороны, уделяем этому особое внимание. Говоря, как раз переходя от образования культуры, то, что работали в библиотеке, сама сфера культуры перешла на онлайн. Это тоже сложно, не во всех ДКСТ оборудование. Мы понимаем, что к этому мы в целом-то не были готовы, я думаю, как и вся страна. Сейчас мы проводим очень большое количество мероприятий в онлайн. Как, наверное, уже видели, очень много концертов. Последний концерт, который был, это «Добрые песни», где мы собирали средства, которые переведены в Красный Крест, которые сейчас продлили до начала января, чтобы люди могли. И это очень хорошо. Ну, было сложно, но сотрудники в первое время, конечно, то, что всех закрыли, так сказать, вывели на самоизоляцию. Сейчас уже есть возможность у сотрудников больше уделять внимание именно культуре и проводить мероприятия в онлайн-режиме. Надеюсь, что сейчас какие-то будут тоже изменения для вас. Ну, уже у нас идет и доп. образование оффлайн, да. Мы говорим сейчас о том периоде, когда все начиналось. Тогда, конечно, было, ну, так сказать, сложный был переход. Но в целом и в летний период мы проводили, у нас были культурные каникулы организованы, ДК, мы постарались с малыми группами сорганизовать детей. Мы с центром занятости хорошо отработали в этом году. Взяли наших студентов на работу, которые в муниципальных образованиях занимались детьми. Это по решению губернатора было его предложение о том, что можно было это организовать. Также была и организована программа по решению Юрия Васильевича Бездудного. Мы молодежным центром, например, раздавали необходимые, там, понимая, что очень многие люди не уехали в отпуска, остались в летний период времени дома. Мы для родителей, например, мы это все в социальных сетях везде публиковали. Если была необходимость, например, мячи или для занятия спортом с детьми на улице, можно было собрать команду, поиграть в мяч, мы в молодежном центре раздавали там это оборудование по решению Юрия Васильевича бесплатно. Это, по-моему, были педотряды, да? Да, еще педотряды, это с центром занятости. Потому что все-таки понимая, да, что у нас еще в регионе, помимо ковида, было еще и секвестирование бюджета, сложная ситуация с бюджетом, все, наверное, помним те, когда еще и нефть стоила очень дешево. И мы со своей стороны очень, ну, спедотрядами тоже, центр занятости нам в этом помог, мы устроили ребят и отработали. Спортивные учреждения, переходя на онлайн-формат, точно так же проводили занятия, записывали видеоролики, публиковали у себя на своих страницах все эти видеоролики. Я могу сказать, следя там за социальными сетями, даже сотрудников наших подвесных учреждений, можно заметить, что есть очень много ребят, которые начали даже у себя в Инстаграме проводить какие-то и самостоятельно свои... Онлайн-тренировки. Да, онлайн-тренировки, как в домашних условиях можно заниматься. И мне это очень нравится, потому что все-таки сложный переход, но люди перестроились и начали, как бы сказать, у человека обычно получается много возможностей есть, где взять эту информацию. Молодежный центр со своей стороны тоже очень много, ну, как сказать, на сегодняшний момент и в тот момент, они весь год ведут акцию «Мы вместе». Как наступила пандемия, волонтерами-медиками была инициатива озвучена президенту Российской Федерации. Мы со своей стороны, ассоциация волонтерских центров, у нас есть представительство ее, это в молодежном центре. Мы начали работать по привлечению волонтеров, помощи тем людям, которые находятся на самоизоляции. Была первая волна пандемии, сейчас вторая волна. С сентября уже штаб возобновил опять работу, потому что летом было очень мало обращений. Сейчас есть, конечно, ну, я сам стараюсь постоянно контролировать ситуацию, дозваниваться в молодежный центр, о том, что есть ли волонтеры или нет, да, отвечают на звонки, нет. Бывают обращения, но мы стараемся максимально быстро отрабатывать, если нужна помощь волонтеров, всегда помогут. Но тут еще и другая сторона. Нам нужны волонтеры. Регистрация, очень много людей, мы когда говорили об акции «Мы вместе», это есть официальный сайт «Мы вместе», 2020.рф, на который можно зарегистрироваться. Но пройти регистрацию, получив сертификат, самое главное же, Росмолодежь обращала внимание на то, что ты не просто волонтер, ты и получил образовательную программу, потому что важно, чтобы волонтер тоже не заразился коронавирусной инфекцией и понимал, как от себя обезопасить. И поэтому после этого сейчас зарегистрировались. Да, люди, те, кто зарегистрировались, думают, почему им не звонят, почему нету обращений. Нужно обязательно определить время, нужно зайти на эту страницу еще раз и сказать, например, я могу там в воскресенье, в субботу, в такое-то время помогать в волонтерской деятельности. Получается, что сейчас нам тоже очень необходимо волонтерство. Сами те, кто занимается волонтерством, и автоволонтеры, может быть, кто-то может подвести. Мы все являемся волонтерами сами, потому что понимаем, видим эту ситуацию своими глазами и понимаем, что надо помогать людям. Мы соседи, понимая, что есть человек, который заболел ковидом в соседнем доме, но это же несложно, можно же там помочь ему. И вот это сплочение, и почему акция называется «Мы вместе», очень по всей стране хорошо работает. Но мы тут в регионе, конечно, еще раз всех призываем, зарегистрироваться на сайте, стать волонтерами и помогать, потому что пока ситуация стабилизирована, и дай бог, чтобы так и было, но все равно по решению губернатора тоже еще дали, у нас волонтеры развозят и лекарства необходимы, помогают врачам. Наши медики, которые у нас, да, обучаются у нас в СПО, они помогают и на регистрации. И сейчас вот новые акции появились. Сейчас есть «Тайный Дед Мороз», можно тоже присоединиться к этой акции. И детишки есть, которые находятся там в сложной жизненной ситуации. У нас федерация там будет, я думаю, что в ближайшее время еще и даст и подарки определенные, да, и мы сможем поздравить всех детей. Поэтому если кто-то хочет именно поучаствовать в этих акциях, сейчас Новый год, и детям нужно, конечно, создать такое новогоднее настроение. Понимаю, что пандемия, почему, наверное, Юрий Васильевич говорил об этом много раз, и говорил, что елка должна быть открыта, то, что мы проводили мероприятие, и сам Новый год, Новый год должен состояться. И сейчас есть такая возможность заняться волонтерской деятельностью, да, и сейчас мы там получим костюмы Деда Мороза, да, и это будет такой Тайный Дед Мороз, можно будет поучаствовать. Обязательно я призываю всех регистрироваться, потому что мы сможем создать праздник для детей, и это очень важно. А где можно зарегистрироваться? По-моему, вот как раз, да, это на «Мы вместе» то же самое. Там, по-моему, сайт как раз «Тайный Дед Мороз» называется «Мы вместе». Точно не могу сказать, можно посмотреть в интернете, но даже вести. Мы сейчас сдавали эту историю, по-моему, в социальных сетях и на администрации, где-то должна сейчас быть, это буквально там 2-3 дня назад публиковали. И поучаствовать. Сейчас вот будут, вообще штаб, который был организован в Молодежном центре, нам очень помогал штаб «Единой России», который был организован партией, потому что все лица старше 65 лет получили свои продуктовые наборы, которые мы тут, спасибо Юрию Васильевичу, что нас поддержали с этой идеей, что было представлено. И нам очень сильно, вот наши два штаба взаимодействия очень плотное, с волонтерами-медиками, которые у нас в регионе есть. Всех призываю, потому что это очень важно. И вот сейчас прям самая пора, когда есть возможность помогать людям, стать чуть, ну, как бы сказать, бескорыстно, да, от своего сердца, потому что, ну, сейчас самое главное и дети, детям надо создать какое-то новогоднее настроение. А так Новый год совсем не чувствуется, и хотелось бы, чтобы больше внимания этому уделили. Про онлайн в целом, да. Ну вот если возвращаться к теме онлайн-уроков в школах, сегодня у нашей школы готовы уже к полноценному онлайн-обучению на случай, если у нас будет какая-нибудь третья волна, и детей придется перевести на дистанционку. Я думаю, наверное, было достаточно много времени, да, для того, чтобы учителя адаптировались, то есть какие-то там свои... Вот как медики, да, медики в первое время тоже уже у них там эти костюмы, и непонятно как там, и очки по теле, но сейчас у них уже какие-то свои фишки, лайфхаки появились. Учителей так же или каким образом? Вот вы ведете какой-то контроль? Конечно, мы уже больше к этому готовы, потому что, как я сказал в начале, Нинский центр развития образования провел все эти образовательные программы для самих учителей, как это проводить. Я бы не хотел, наверное, в целом переходить на то, что там третью волну обсуждать будет, она не будет, а когда будем на дистанционку, мы у себя в регионе, именно с Минпросвещения об этом говорим много, с заместителями министров, очень бы не хотелось. И максимально, вот если у нас получится оттянуть этот момент, чтобы у нас тут надежда на департамент здравоохранения по стабилизации ситуации в регионе с ковидом, и для нас самое главное все-таки очное образование, как сказал. Но в любых, как бы сказать, если такая ситуация, конечно, произойдет, конечно, мы больше готовы, чем были до, чем были, когда все это начиналось еще в марте, ну и преподаватели в целом готовы. Кстати, еще был хороший проект, спасибо вам, телеканалу «Север», когда мы с вами вместе проводили занятия, когда у нас учителя участвовали, записывали уроки. И не представляете, какой стресс был для учителей, тут им огромное спасибо, потому что они вышли, не побоялись, это тоже первый опыт, никто так не вел до этого. Да, сейчас нужно было выйти и рассказать на телевидении, потому что, ну, учитель тоже понимает, что там ошибки какие-то, даже когда ты говоришь что-то неправильно, просклонял предложение, понимаешь, что вот могу же сказать по-другому. Конечно, это страшно, но это, ну, как сказать, это очень хорошая акция, что там родители, находясь дома с ребенком, нам нужно заляться, ребенок получает образовательную программу в телевизоре просто, и это будет интересно, пока там может мама заниматься с папой какими-то другими делами, да, а у нас есть на телевидении. И также было же по всей стране же, потом уже дальше вели эту историю, и можно было лекции от лучших учителей послушать, потому что это на российском телевидении тоже было, и все к этой истории. Сейчас уже понимают, насколько это сложно, и люди уже более-менее реагируют на это, ну, как сказать, мы уже к этому начали привыкать. Ну, то есть нет уже той истерии, которая была у родителей поначалу, потому что, ну, я как родитель говорю, это стресс, действительно, когда ты сам работаешь, у тебя еще ребенок на дистанционке, ему надо что-то помогать, там, усваивать программу, и тут, конечно, каждый, наверное, родитель, вот в период этой пандемии понял, какой тяжкий труд лежит на плечах наших учителей и педагогов, да, потому что это действительно сложно. 2020 год для Ненинского округа стал знаковым в плане каком? У нас открылось два, две огромных школы современных, по-моему, одна из этих школ вообще самая современная, да, образовательные учреждения на арктическом побережье России, ну и, конечно, наконец-таки жители и детишки из Индиги дождались нового здания. Вот знаю, что работа была сложная, да, в сроки не укладывались подрядчики. Как вы контролировали этот процесс и какая подготовительная работа велась с департаментом? Я знаю, что там закупали оборудование, да, несмотря на пандемию. Это же тоже было сложно. Вот расскажите, как вообще это все происходило? Конечно, все взаимосвязано, потому что с пандемией очень многие поставщики перестали что-то производить. Очень много ограничений. Их же тоже сотрудники ушей на самоизоляцию. Конечно, все, что мы торговали и пытались это все доставить в регион, понимая со сложностью нашей логистики, это было, ну, я, знаете, вспоминайте сейчас лето, когда мы на постоянной, наверное, основе находились в третьей школе, потому что третьей школой все-таки это четыре здания, очень большая школа, и такая прям, как бы даже сказать, не то что инновационная, да, для нас в регионе таких похожих, это вот прям первый наш такой проект, который тут и администрация что построили, да, и мы постоянный контроль ввели вообще все, что происходит. Это с поставщиками. Я тут спасибо и директору школы, что выдержало такой эмоциональный, наверное, стресс. По-первых, по Индиге. Да, школу у нас в этом году мы открыли, у нас приезжал заместитель министра просвещения Васильева Татьяна, и мы открывали две школы, школу третью и школу в Индиге. В Индиге, конечно, такое, но самое, наверное, крупное учреждение вообще в поселке, да, и сейчас, конечно, численность обучающихся, которая была до 19-20 год, это 72 человека в школе учатся. Мы открыли там точки роста. Точки роста — это у нас проект образования, но они построены за региональный бюджет. И это, знаете, стартовые позиции у детей Индиги, они уже могут сравниваться, наверное, с детьми в какой-то, те, которые живут в Центральной России, потому что у них очень хорошая школа. Мы были на открытии, конечно, мы, и я могу сказать, что сами наши директоры учреждений и учителя вложили прямо в душу в эту школу, потому что все очень ее долго ждали. Это очень долгострой, да, который очень хотелось бы быстрее туда переехать всем. И я понимаю то, наверное, детские впечатления, когда они зашли в новую школу, и какой там спортивный зал, какая площадка, да, и что можно... На мой взгляд, будучи ребенком, наверное, помимо образовательной программы, там можно находиться весь день, есть возможность для любых, так сказать, инициатив, даже ребенка, как себя реализовать. Также там приглашен у нас преподаватель есть, который приехал по программе, и он там ведет как раз информатику и точки роста. Это хорошее новое оборудование компьютерное в школе установлено, и есть возможность, так сказать, получить уже, если этого раньше не было, сейчас, конечно, для идти в Индии, это возможность полностью открытая. Думаю, что даже если взрослые придут, там будет очень интересно побывать в точках роста. Это очень хороший проект Минпросвещения, и получить там дополнительную образовательную программу. Школа была старая, построили, открыли, сейчас ввели постоянный контроль, ездили туда с подрядчиком, общались. Ну, это каждый день я начинался с того, что все лето, все три месяца, это и получение тоже и с надзором, со всеми, потому что приходилось на постоянном контракте в третью школу. У нас даже был привязанный сотрудник департамента, который там постоянно находился. Ну, он выезжал, возвращался на работу, и три раза в день, и я, ну, с заместителем, с Леонтольевной Храповой, мы прям менялись, ездили туда вот, не знаю, ну, два-три раза в день, наверное, точно. Очень много было там вопросов к подрядчику, да, потому что пытались все это быстрее достроить. И там департамент строительства, и центр строизаказчик, все вместе сплотились. Наверное, это все-таки как-то, наверное, слоган этого года «Мы вместе», да, что вместе по всем вопросам и вот это вот доброе отношение к друг другу с учетом ковида, оно и повлияло тоже на открытие школы. В третьей школе четыре здания, площадки построены, для детей два спортивных мощных зала, точки роста открыты, это супер. И там сейчас еще и новое оборудование, которое там чуть произошло, какой у них там зал, да, зал, который для проведения каких-то конференций, он малый есть зал, есть зал большой. Там экран стоит новый, этот, ну, супер качество, мы смотрели, принимали кресло сейчас там, и для, в общем, есть все для того, чтобы ребенок развивался такой, создавать, да, наша основная задача, наверное, создать гармоничную развивающуюся личность. И так как я сказал, что национальный проект образования уже переходит, добавляя слово «воспитание», что самое главное, на это очень много споров есть. И то, что и классное руководство президентом было предано до плата, да, все-таки классный руководитель, он должен и воспитательный процесс налаживать именно своих детей, видеть, что у них, вот, видеть их таланты, куда их можно развивать. Потому что не только образовательная программа, это, понятно, дается, это средняя образовательная программа, которая для всех. А здесь нужно выявлять таланты. Вот в третьей школе ребенок может свои таланты развивать в разных направлениях. Он может пойти там, реально, два очень хороших спортивных зала, занятия спортом. Сейчас точно так же мы будем и там между школ, там, соревнования, да, все-таки это сейчас возобновится история после ковида. Это вот, дай бог, чтобы так быстрее все это закончилось, да, и мы бы быстрее перешли. В третьей школе у нас и компьютерная техника хорошая, и есть по-настоящему себя ребенок может развивать со всех направлениями. Мы когда вот сейчас, ну, наверное, в сентябре, да, в школу, в третью школу очень много было желающих посмотреть, да, как вообще в третьей школе, как там, все, почему. И часто туда ездили, часто проверяли, чтобы все работало, никаких сбоев с электричеством было, потому что тоже такое вот, это очень большой объем того, что нужно было сделать, да, и мы сдали, и приезжал замминистра, и она сказала, что очень хорошая школа. Таких школ, вот, я могу сказать, когда общаешься с коллегами из других, ну, министров просвещения, министров образования в других регионах, конечно, школа очень сильная. И я думаю, что наша школа там сейчас вот очень хороших результатов будут дети показывать, потому что у них есть все возможности для развития. Это для нас самое главное. За лето 2020 года Юрий Васильевич побывал с рабочими поездками во многих населенных пунктах. Мы также, да, были там на нескольких таких поездках, и я вот хочу сейчас задать вопрос именно по образованию на селе, потому что в некоторых деревнях и селах у нас не все хорошо, например, с детскими садами, да, или там, ну, с теми же домами культуры. Вот сдвинулась ли как-то работа? Я знаю, что Юрий Васильевич давал поручение, да, проработать вопрос в частности, например, по детскому саду в Харьевере, по дому культуры в Харути, по дому культуры в Нижней Пёше. Вот какие-то есть двигатели? Ну, мы со своей стороны, как департамент, конечно, для нас самая основная задача национального проекта образования – привлечение федеральных средств. Да, департамент строительства – это строят, а контракты как бы относятся к ним. Там больше как бы задача мы со своей стороны отрабатываем, там, привлекаем федеральные средства, а дальше уже именно как строительство с подрядчиком и торги. Мы здесь только вот постоянно такую вот роль играем, ну, соединяем, да, между работаем. И если говорить там про Харьевер, про детский сад, да, у нас уже есть там компания, которая выиграла контракт, и контракт заключен. И сейчас они вот в начале 2021 года должны уже этот контракт сдать. По Домам культуры мы сейчас обсуждали, у нас есть такая возможность, мы не знаем пока, как она будет правильно реализована. У нас есть два таких в проекте Дома культуры – это Усть-Кара и Харута. В УИЗО уже, я так понимаю, нам уже давали информацию в департамент о том, что уже контракт уже был на земельный участок, уже у них прошло. Сейчас подрядчик должен начать строительство, а мы уже историю с выкупом хотим попробовать. Посмотрим, как это предлагается таким образом поступить. Как это будет реализовано, потому что Минкульт не очень ли, как бы, одобряет историю с Минкульт России с выкупом, да, и нету никаких федеральных средств, на это там у них не предполагается. Но мы, со своей стороны, должны понимать, что поселок должен развиваться. Вот, но при этом, если про Красное сказать, да, сейчас у них там очень хорошая школа. Мы по национальному проекту «Культура» сейчас получили федеральные средства на библиотеку. Сейчас пытаемся реализовать этот проект на территории Красного. Мы получили сейчас самое главное софинансирование по национальному проекту «Культура» на капитальный ремонт ДК. Юрий Васильевич приезжал в Красное с официальным визитом. Мы тогда общались с директором. Директором мы в тот момент подавали документы только на это, на то, что возможность есть такая или нет. И нам Минкультура подтвердила. Мы провели очень большую работу. Несколько раз созванивались и заместители министра, и с директором департамента, которые поставили для того, чтобы нам подтвердили эти средства. И да, мы сейчас получили. Могу сказать, что в следующем году начнем ремонт. Я думаю, у Тайсана Сидорова была на выходные в Красном. И директор сейчас очень, ну, представьте, будет появиться такой вот обновленный ДК в Красном. Потому что тоже ближайший, конечно, поселок. Но тоже хотелось бы, чтобы это появилось и отремонтировано, и был хороший ДК. Потому что люди без культуры не могут. Им нужно обязательно ходить в ДК. И это мероприятия, это коллективы. Это наша основа в том, чтобы воспитывать такую культурную составляющую в человеке. По Хривиру, да, в детский сад сказал, там контракт есть. Дальше мы еще по искателям сейчас отрабатываем. Тоже у нас контракты заключены. Это будет в мае, где-то уже будут проекты готовы по искателям. Мы сейчас по национальному проекту демографии, федеральному проекту «Спорт. Норма жизни» участвуем. В этом году мы должны закончить проект. В следующем году мы должны получить федеральные деньги на ФОК в искателях построить. Вот проект в мае, по идее, уже должен быть готов. Потом дальше уже там все вопросы начнем уже, возможности с Минспортом отрабатывать. И ДК тоже у контракта заключены. Тоже, я думаю, к маю, если никаких не будет проблем. Все завязаны, конечно, на пандемию. Даже подрядчики затягивают. Внеси детский садик у нас. Он уже готов. На сегодняшний день уже там около 80% уже готов детский сад. Осталось вот уже совсем чуть, потому что подрядчик все привез, все необходимое есть, осталось достроить. Конечно, там и люди, и вот эта вот самоизоляция двухнедейная для того, чтобы приехать. Мы же не хотим никаким образом допустить, чтобы в поселок каким-то образом попал зараженный. И поэтому, конечно, это затягивается. Но максимально стараемся отрабатывать, поэтому в начале года уже будет данный, я думаю, что мы получим детский сад в НИСИ. Не могу не спросить про Амдерму. Знаю, что ФОК недавно сдали, по-моему, буквально на прошлой неделе. А что там со школой все-таки? По школе в Амдерму. Школа сейчас находится, да, школа у нас в аварийном режиме. У нас есть предписание прокуратуры о том, что мы сейчас образовательный процесс у нас организован в детском саду. Конечно, сейчас будут приниматься какие-то определенные решения. Понимая, что сейчас в Амдере вообще сложные ситуации после того, как сгорела у них пекарня, да, там и мы с своей стороны тоже помогаем, и для того, чтобы жители Амдермы были обеспечены хлебом, потому что мы входим в состав комиссии, всегда работаем. В настоящий момент пока в детском саду, ну, у нас мы ведем работу по этому вопросу. Я думаю, какие-то решения будем принимать тоже в ближайшее время, об этом скажем. То, что для нас важно обязательно уделить особое внимание поселкам, людям в поселках, потому что в городе уже и нацпроекты все меняются для того, чтобы в муниципальных образованиях появлялась инфраструктура. В городах в основном уже сейчас есть, если у нас там есть возможность для развития там детей и развития самих, даже для всего населения, да, а вот в поселках этого недостаточно. И развитие инфраструктуры в поселках, это очень важно. Это касаемо не только моего там департамента, да, это и касаемо всех смежных департаментов, в которых по комплексному развитию там, да, каждого муниципального образования. Есть у нас, курирует заместитель губернатора, вопрос именно комплексного развития муниципальных образований, и мы там уже отрабатываем это со своей стороны, уже будем говорить об этом. Антон Геннадьевич, вот не раз уже, да, затронули в интервью тему нацпроектов. Расскажите, как реализовывается на территории региона, какие нацпроекты вообще существуют в образовательной сфере, в сфере культуры и в сфере спорта? Нацпроекты есть именно отдельно по образованию, по культуре, нацпроект образования, нацпроект культуры. По спорту у нас это в рамках проекта «Демография», есть федеральный проект «Спорт, норма жизни». Но все равно все национальные проекты друг с другом взаимосвязаны. Сейчас, после, наверное, выступления президента, и нацпроекты немножко меняются, да, и уже, вот, например, там, в плане образования уже у нас утверждена такая будет стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. И значимым самым воспитательным ресурсом, да, будет назначена реализация проектов региональных, это социальная активность, это у нас идет по молодежной политике, успех каждого ребенка. Будет сейчас усиливаться у нас в регионе российское движение школьников, потому что это такой один из тоже важнейших направлений, да, которые есть, они сейчас меняются и становятся намного сильнее. И вот в регионе мы сейчас на базе третьей школы планируем организовать прямо именно им отдельный кабинет, и там будет холл для того, чтобы это направление развивать уже в другом, немножко более широком формате, чтобы в каждом, в каждой школе были российское движение школьников. Это вот те ребята, которые проводят исследования, какое горячее питание лучшее. Да, 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 мы третье место заняли. Вот, региональное отделение будет военно-патриотического движения, юнармия, сейчас тоже будет, это тоже процесс воспитания, волонтерские объединения в образовательных учреждениях. Здесь вот мы даже совет по добровольству проводили, здесь нужно уделить особое внимание волонтерству, потому что есть 114-я статья, по-моему, в Конституции сейчас после изменений вступила, где волонтерство определено одно из направлений, и это очень важно. Школьные музеи у нас сейчас там в 10 образовательных организациях, школьные спортивные клубы и патриотические клубы. Я хочу сказать, что у нас, наверное, таких из основных, наверное, историй в федеральном проекте «Успех каждого ребенка», да, на базе центра «Лидер» мы, у нас организован региональный центр, и в этом году мы открыли Кванториум. Те, кто были, мы сейчас постоянно проводим день открытых дверей в Кванториум, можно ознакомиться. Мы планируем около 800 детей там обучать, и я могу сказать, по-моему, в первые три дня, когда мы только заявили о том, что у нас на 40% уже прям сразу детей записали. Сейчас, конечно, взрослые очень хотят даже попасть в Кванториум, потому что это в каждом Кванториуме, который у нас есть в Кванториуме, есть такое оборудование, которое вот одно из лучших в стране, да, можно так назвать, и это есть, у детей уже появляется невероятная возможность. Говоря, кстати, о дистанционном обучении, мы говорили о детях, да, у меня ребенок 7 лет, тоже пошел в первый класс, она самостоятельно знает, как открывать там компьютер, ноутбук, заходить на сайт уч.ру, она у меня может учить дистанционно английский язык и с преподавателем, и записывать. Для этого поколения уже немножко эта история меняется, и она уже перестраивается от тех условий, в которых она родилась. Дальше хочу сказать, что 100% школ условия для занятий физической культурой и спортом. У нас сейчас до 2019 года было 17 школ, 20 и 23 уже будут тоже обеспечены. И с января 2019 года у нас создан Центр выявления и поддержки одаренных детей при сотрудничестве с Фондом Талант и Успех. Хочу еще отметить, что в этом году еще был федеральный проект «Молодые профессионалы». Итогом 2020 года это тестация, обучаясь в форме дистанционного экзамена в соответствии с стандартами WorldSkills. Это у нас участие работодателей в образовательном процессе и создание мастерских. Это мы, наверное, уже тоже снимали сюжет. У нас в этом году федеральный проект «Поддержка» была чуть больше 10 миллионов как раз именно на оснащение мастерских. Дальше. Ну, в целом можно сказать, что поддержка идет серьезным федеральным бюджетом. И мы уже на следующий год примерно представляем. Как я сказал, что сейчас идет перестройка больше на муниципальное образование. Вот мы открывали в этом году три точки роста. В следующем году уже участвуем в конкурсах. И все это будет в поселках. Мы уже в городе. Ну, вот сейчас вот там есть еще, что будем дооткрывать. Но в целом все будет уже перестроено. Именно открытие этих направлений. Потому что «Кванториум» был последний раз в этом году. «Кванториум» мы у себя в регионе получили. Это как бы в городе находится. Но точки роста сейчас должны на себя перетянуть эту обязанность, чтобы больше как бы у нас открывалось в школах. И как раз точки роста могли это реализовывать. Дальше, наверное, могу сказать, что примерно 22-й год у нас по нацпроекту демографии, да, спорт, нормы жизни. Мы понимаем, что строительство фоковыскателей – это федеральные средства. Нам уже подтвердили там около 400 миллионов. На эту всю историю мы это 22-й, 23-й год мы получим эти деньги. И как раз в 24-м мы точно сдали, ну, в 23-м должны сдать. Получается, что мы сейчас и новые поддержки от Минспорта получаем на спортивную подготовку. Это 9 миллионов рублей для того, чтобы обеспечить наших спортсменов необходимым оборудованием для занятий спортом. Также социальная активность. В этом году мы «Регион добрых дел» реализовали проект. Мы получили около 4 миллионов. И вообще планируем всегда основываться больше на грантах. А гранты бывают там разной направленности. И вот «Регион добрых дел», то, что на территории региона проходит. По национальному проекту культуры, как сказал у нас, в следующем году у нас запланирован ремонт Дома культуры в Красном. В следующий год у нас тоже подтвержден еще ремонт Дома культуры. И дальше мы с своей стороны уже будем участвовать. Там очень такой национальный проект культуры направлен именно на конкурс, на основе существует. Поэтому подаем заявки, и тут, как бы сказать, подготовиться нельзя. Там или выиграл, или не выиграл. Основа сейчас меняется. В связи с тем, что продлевается 2030 года реализация национальных проектов, конечно, они будут трансформироваться и по-другому уже перестраивать какие-то направления. То, что уже реализовано, мы видим уже результат этого. Видим, что меняется, что открываются возможности какие-то, говоря об образовании у детей, в культуре. И, конечно, на уровне федеральном эти все истории дополнительно претерпливают изменения. Антон Геннадьевич, я благодарю вас, что нашли в своем плотном графике время и посетили нашу студию. Интервью получилось довольно содержательным. Поздравляю вас с наступающим Новым годом и предоставляю возможность сделать то же самое, поздравить наших жителей и что-то им пожелать. Спасибо большое. Да, я хочу вас поздравить с Новым годом и с наступающим Новым годом поздравить всех жителей нашего округа. И что можно пожелать? Сейчас пандемия, куча сложностей. И самое главное, наверное, я бы хотел сказать, мечтайте. Мечты сбываются, поэтому это, наверное, самое простое, что можно сказать, и здоровье. Потому что сейчас это одно из самых, наверное, важных. Ну и занимайтесь добровольческой деятельностью. Мы всегда это призываем и об этом говорим много. Спасибо. Спасибо. Я напомню, у нас в гостях был исполняющий обязанности руководителя департамента образования, культуры и спорта Антон Постовалов. Я на этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго. С наступающим Новым годом и берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова